Слово четвертое. Тем, которые оставляют священное собрание и уходят на зрелище. Не знаю, что мне говорить сегодня. Видишь, что церковное собрание уменьшается, пророков оскорбляет, апостолов презирает, отцами пренебрегает, а через рабов оскорбление переходит и на Господа. «Хотел бы я сказать обличение, но не вижу здесь тех, которые должны бы выслушать обличение, а вижу только вас, для которых такое внушение и увещание не нужно. Впрочем, и при этом нам не нужно молчать, потому что при этом и своему негодованию на них дадим выход наружу. Выразим его словами, и их заставим краснеть и стыдиться, возбудив против них столько обличителей. Всех вас, слушателей, если бы они пришли сюда, то выслушали бы обличение только от нас, одних. А теперь, убегая от нашего обличения, они услышат все это от вас. Так делают и друзья. Когда не найдут самих виновных, то жалуются их друзьям, чтобы эти пошли и передали им сказанное. Так сделал и Бог, оставив согрешивших против него. Он обращается с жалобою к невинному Иеремии и говорит, «Видел ты, что делает безумная дочь Иудина?» 3.6. «Так и мы жалуемся вам на тех, которые теперь отсутствуют, чтобы вы, ушедшие отсюда, вразумили их». «Кто в самом деле может снести такое небрежение? Однажды в неделе собираемся мы сюда, и в этот день не хотят они оставить житейские попечения. А ночник, то выговариваете им. Они сейчас ссылаются на бедность, на необходимое пропитание, на настоятельные дела, выдумав себе оправдание, которое хуже всякого обвинения. В самом деле, что может быть хуже обвинения, когда другое вам представляется более нужным и необходимым, чем дела Божии? Значит, если бы эта отговорка и была справедлива, и тогда их оправдание служило бы, как я сказал, к их обвинению. Но ведь это только одна отговорка, предлог и прикрытие лености, в чем вы убедитесь и без моих слов. Обличить представляющих такие извинения после завтрашнего дня, когда весь город переселится в цирк, когда и домы, и площади опустеют из-за преступного зрелища. Здесь, видите, и главная часть храма не наполнена народом. А там занимает не только цирк, но и верхние комнаты, и дома, и кровли, и крутизны, и множество других возвышенных мест. Ни бедность, ни недосуг, ни слабость телесная, ни боль в ногах, и ничто подобное не удерживает этой необузданной страсти. Старики бегут туда быстрее цветущих юношей, и стыдят свои седины, опозоривает возраст, подвергая это смеяние самую старость. Когда они приходят сюда, то как бы чувствуя тошноту, жалуются на беспокойство и тяготятся слушанием Слова Божия, ссылаясь на тесноту, жар и тому подобное. А там, стоя на солнце, с открытой головою, и несмотря на то, что их попирает ногами, толкает, наносит им сильный удар и другие бесчисленные неприятности, они бывают веселы, как бы на лугу. Оттого-то у нас и города и развратились, что худые наставники юношества. В самом деле, как можешь ты образумить беспорядочного и развратного юношу, когда сам в старости поступаешь так легкомысленно, когда сам за свою долгую жизнь не насытился еще этим отвратительнейшим зрелищем? Как можешь ты удержать сына или наказать провинившегося раба, или вразумить ближнего, небрегущего своих обязанностей, когда сам ты в глубокой старости ведешь себя так неблагопристойно? Если случится юноше оскорбить старика, этот сейчас указывает на свой возраст, и бесчисленное множество других стариков разделяет его негодование. А когда надо бы навразумлять юноше и быть для них образцом добродетели, тогда у них стариков нет и помину о летах. Напротив, они еще не истови юношей и стремятся к преступному зрелищу. Я говорил сейчас о стариках не с тем, чтобы освободить юноши от обличения и укора, но чтобы через тех предостеречь этих. Конечно, что неприлично для старика, то тем более неприлично для юноши. И где для старика великий позор и большой стыд, там для юноши тем более ужасная гибель и глубокая пропасть. Чем живее в юношах пожелания, чем сильнее в них пламень, который лишь только получит хоть немного вещества от вне, зажигает все. Действительно, юноша весьма легко предается похоти и удовольствиям, почему имеет нужду в большем надзоре, в крепчайшей узде, в надежнейшем ограждении и предостережении. Не говори мне, человек, что зрелище доставляет удовольствие, а лучше вразуми меня, не приносит ли оно вместе с удовольствием и вреда. И что я говорю о вреде? Оно не доставляет даже удовольствия, как можешь видеть ясно из следующего. Возвращаясь из цирка, встретиться с выходящими из церкви и разузная обстоятельно, кто получил больше удовольствия. Тот ли, кто послушал пророков, принял благословения от священнослужителей, насладился поучением, помолился Богу о своих прегрешениях, облегчил совесть и не сознает за собой ничего преступного. Или ты, который оставил матерь, то есть церковь Божию, презрел пророков, оскорбил Бога, ликовал с дьяволом, слушал богохульников и ругателей, потратил время попустую напрасно и не принес оттуда домой никакой пользы, ни телесной, ни духовной. Стало быть, и для удовольствия лучше приходить сюда. Ведь после театра тотчас являются осуждение, обличение совести, раскаяние сделанным, стыд и позор такой, что не смеешь и глаз поднять. А в церкви все напротив. Смелость, свобода речи и безбоязненность со всеми разговоры обо всем, что здесь слышали. И так, когда выйдешь на площадь и увидишь, что все бегут на то зрелище, ты беги тотчас в церковь. И, пробыв в ней немного времени, услаждаешься надолго, словом Божиим. Напротив, если вслед за толпой ты уйдешь в цирк, то, повеселившись немного, будешь скорбеть во весь тот день и, следуя за ним и во многие другие, осуждая себя за свой проступок. А если воздержишься немного, то будешь весел во весь день. Так обыкновенно бывает не только в этом деле, но и во всех других. Порог доставляет кратковременно удовольствие и продолжительную скорбь, а добродетель – кратковременный труд и продолжительную пользу, а вместе удовольствие. Например, помолился ты Богу, поплакал и поскорбел несколько времени на молитве, или даже забавлялся целый день, но потом подал милостыню, попастился, сделал какое-либо другое доброе дело, или, будучи обруган, не отплатил ругательством, сдержал себя таким образом и обуздал свою страсть на одно мгновение времени. Ты затем веселишься, радуешься непрестанно, вспоминая о своих добрых делах, а с пороком совсем иначе. Выбранил кто другого, отплатил другому бранию. Пришедший домой, он снедает сам себя, размышляя о словах своих, которые не раз причиняли великий вред. Итак, если ищешь удовольствие, то похоти юных убегай, сохраняй целомудрие и слушай внимательно Слово Божие. Говорим вам это для того, чтобы вы, пересказывая об этом тем, которые не пришли теперь в церковь, и постоянно оглашая их этими словами, отвлекали их от всякой дурной привычки и убеждали все дело с надлежащим рассуждением. Ведь у этих людей, которые увлекаются просто и без рассуждения, и самого усердия к добру нельзя назвать похвальным, это обнаружится на следующем собрании. Когда мы будем праздновать Святую Пятидесятницу, стещется такое множество народа, что здесь будет у нас крайняя теснота. Но я не похвалю такого стечения, потому что это будет делом привычки, а не благочестия. Итак, что может быть жалче этих людей, когда и нерадение их так преступно, и кажущееся усердие не заслуживает похвалы? Тот же, кто участвует в этом божественном собрании по любви и здравому рассуждению, тот, конечно, должен делать это постоянно, а не приходить только вместе с теми, которые являются сюда, лишь в праздник. Потом опять уходит, увлекаясь подобно овцам, без рассуждения. 814. Это вступление слова я мог бы распространить и более, но так как знаю хорошо, что вы без моего убеждения сделаете, что вам следует, и скажете им даже больше сказанного мною, то чтобы не наскучить вам направленными против них обличениями, я предоставлю все остальное вам, возьмусь за обычные наставления и возвращусь к историю Анны. Не удивляйтесь, что я еще не оставил этого предмета. Не могу я выбросить этой жены из своего ума. Так удивляюсь благолепие ее души и красоте сердца. Я люблю глаза, слезящиеся во время молитвы, и постоянно бодрствующие, люблю губы и уста, не раскрашенные каким-нибудь притираниями, но красующиеся благодарностью к Богу, каковы и были у Анны. Удивляйтесь ей за то, что она показала терпение, а еще больше удивляйтесь, потому что показала терпение, будучи женщиной, женщиной, которой многие часто порицали. От жены сказан начало греха, и через нее мы все умираем. И опять, мало есть всякое зло против злобы женской. И Павел, не Адам прерстился, говорит, но жена, прерстившись, впала в преступление. Поэтому особенно и удивляюсь ей, что она отклонила эти обвинения, устранила осуждение и, принадлежа к обвиняемому и упрекаемому полу, а провергла все эти упреки, научая делами своими, что и жены стали злы не по природе, а по своему произволу и нерадению, что и, принадлежа к этому полу, можно достигнуть высокой добродетели. Это существо, женщина, в самом деле настойчиво и решительно. Если уклонится козлу, то совершает великие злодеяния, а если примется за добродетель, так скорее отдаст жизнь свою, нежели отстанет от своего намерения. Так и Анна одолела природу, победила необходимость и усердием к молитве сделала то, что из бесплодной утробы произрастило дитя. Да и получив сына, она опять прибегла к молитве и говорит, «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознес сорок мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем». Что значит «утвердилось сердце мое, возрадовалось в Боге»? Уже известно вам, это я уже объяснил о любви вашей, а теперь нужно объяснить дальнейшие слова. Она прибавляет «вознес сорок мой в Боге моем». Что значит «рок мой»? Это выражение часто употребляется в священном писании. Например, говорится «вознес сорок его» и «вознесется рог помазанника его». Что же означает «рог»? Этот способ выражения заимствован от бессловесных животных и означает «силу, славу, знаменитость» в Солом 74. Им вместо славы и оружия Бог даровал только рога. Потеряв рога, они теряют очень много своей силы. Как безоружным воинам, так и безрогим валом легко можно овладеть. Значит, жена сказала тем нечто иное, как «возвысилась слава моя». Как же возвысилась «в Боге моем», — говорит. Поэтому и безопасно это возвышение, что оно имеет твердое и непоколебимое основание. Слава от людей так же ненадежна, как сами прославляющие, а того и упадает скоро. А слава, даруемая Богом, не такова. Она пребывает непоколебимой навсегда. Изображая то и другое, ненадежность первой славы и постоянства, последний пророк и говорит так. «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, высыхает трава, и цвет ее отпадает». Ну а слава Божия не то говорит, а что «слово же Бога нашего пребывает вовеки». Исайя 46.7. Это видно из примера этой жены. Цари, полководцы, властители, употребившие иногда многие усилия, чтобы увековечить свою память, построившие великолепные гробницы, воздвигнувшие во многих местах статуи и множество изображений, оставившие по себе бесчисленные памятники своих деяний, забытые и неизвестные никому даже и по имени. А эта жена прославляется теперь во всей вселенной. Пойдешь ли ты в Скифи, в Египет, в Индии и даже в концы вселенной, услышишь, как все прославляют добродетель этой жены. Слава Анны обнимает всю Землю, где только светит Солнце. И удивительно не только то, что она прославляется во всей вселенной, но и то, что по истечении столь долгого времени слава ей не только не померкла, но более и более возрастает и увеличивается. Ее любомудрие, великодушие и терпение все знают. И в городах, и в селах, и в домах, и в воинских станах, и на кораблях, и в мастерских. Словом, везде можно слышать похвалы этой жене. Когда Бог захочет кого прославить, тогда слава эта, несмотря ни на приключившуюся смерть, ни на множество лет и ни на что другое, остается навсегда цветущую, и блеской никто не в состоянии помрачить. Потому и она, желая научить всех слушателей, что нужно прибегать не к тленному, а к тому, от кого исходят к нам блага, верные и неизменные, указал на виновника своей славы. Сказав, утвердилось сердце мое в Господь, она прибавляет, «Вознес сорок мой в Боге моем». И этим сопоставлением указала нам на двоякого рода благо, которые редко бывают вместе. Я, говорит, избавилась от волнения, освободилась от бесчестия, достигла безопасности и снискала славу. А все это редко соединяется вместе. Многие свободны от опасности, но не имеют славы. Другие достигают славы и известности, но должны для этой славы подвергаться опасности. Например, часто случалось, что многие прелюбодеи, отравители, раскапыватели могилы и другие подобного рода преступники, будучи заключены в темницу, потом выпускались оттуда по милосердию царя. Так они избавлялись от наказания, но не очищались от позора. Напротив, срам всюду следует за ними. Другие благородные воины вели славную и знаменитую жизнь, презирая опасности, вдавались в сражения, часто получали множество ран и, наконец, умирали преждевременно и смертью. Эти, пожелав славы, лишались безопасности. 816. Но с этой женой произошло то и другое. Она достигла безопасности и вместе с тем снискала славу. Так было и с тремя отроками. Они освободились от опасности, избежав огня, и сделали славными, победив сверхъестественную силу этой стихии. Таковы действия Бога. Он дает жизнь славную и вместе безопасную. Указывая на то и на другое, Анна и сказала, сказала, утвердилась сердце мое в Господь, вознесся рог мой в Боге моем. Сказала не просто в Боге, но в Боге моем, усвояя себе общего владыку вселенной. Это сделала она не с тем, чтобы умолить владычество его, но чтобы показать и выразить свою любовь к нему. Таков обычай у любящих. Они не хотят любить вместе со многими другими, но желают выражать свою любовь особенным, исключительным образом. Так делает и Давид, когда говорит, Боже, Боже мой, к тебе утром возношу молитву. Сказав о всеобщем его владычести, он сказал об особенном господстве над святыми. И в другом месте, Боже, Боже мой, услышь меня, для чего ты оставил меня. И еще скажу Богу, заступник мой ты. Это слова души пламенеющей, согретой и горячей любовью. Так поступила эта жена. Впрочем, нисколько не удивительно, что так поступают люди. Но когда ты увидишь, что и сам Бог поступает так, тогда ты изумись. В самом деле, как эти люди называют его Богом общее со многими другими, но хотят его еще, чтобы он был собственно их Богом, так и он называет себя не только Богом их общее со всеми другими, но и собственно их Богом. Поэтому он говорит, я из Бога Враама, Бога Исаака и Бога Якова. Не ограничивая тем свое владычество, но еще более распространяя, его власть возвышается не столько многочисленностью, сколько добродетелю подвластных. И не так приятно ему называться Богом неба и земли и моря, и всего, что в них. Как приятно называться Богом Враама Исаака и Якова. И чего не бывает у людей, то можно видеть у Бога. Именно. У людей рабы называются по господам. И все говорят обыкновенно так, такой-то поверенный того-то, такой-то домостроитель такого-то, военачальника или градоначальника. А никто не говорит, такой-то градоначальник, такого-то поверенного. Нет, низших мы обыкновенно называем всегда повысшим. Но у Бога оказывается напротив, не только Враам называется Божиим, но и Бога Враамовым. Господь зовется по имени раба. Этому именно, удивляясь, и говорит Павел, поэтому не стыдится Бог, называется их Богом. Евреям 11,16. Не стыдится, говорит Господь, называться по имени своих рабов. Объясни, почему не стыдится? Для того, чтобы и мы подражали. Но они, говорят, были странники и пришельцы. Этого-то, кажется, и нужно было стыдиться, потому что странник представляется человеком незначительным и презренным. Но святые были странниками не в том смысле, какое имеет это слово само по себе, а в другом, особенном. Мы называем странниками людей, оставивших свое отечество и пришедших в чужую землю. А святые были не такие странники, нет. Презрев всю вселенную и признав землю ничтожную, они обращали взор к небесному граду не по гордости, но по великодушию, не по надменности, но по любви к мудрости. Рассмотрев все земное, они увидели, что оно скоро проходит и гибнет, и что здесь ничто не твердое, не постоянно, ни богатство, ни власть, ни слава, ни самая жизнь. Но все имеет конец и стремится к своему пределу. Небесное же напротив не таково, но нескончаемо и вечно. Тогда-то они пожелали быть странниками по отношению к скоротечному и приходящему, чтобы получить благо постоянное. Итак, они были странниками не потому, что не имели отечества, но потому, что стремились к отечеству вечному. Объясняя это, Павел и говорил, ибо говоря так, они показывают, что ищут иного отечества. Какого, скажи, отечества? Не прежнего ли, которое они оставили? Нет, говорит. Если бы они помнили то отечество, то имели бы время возвратиться туда. Но они говорили и желали лучшего, то есть небесного, которого художник и строитель бог. Поэтому и бог не стыдится называть себя их богом. 818. Будем же и мы, прошу, подражать им. Презрим настоящее и будем стремиться к будущему. Возьмем эту жену в учительницу себе. Будем всегда прибегать к Богу и у Него просить всего. Ничего нет равного молитве. Она и невозможное делает возможным. Трудное легким, неудобное удобным. Ее совершал и блаженный Давид, о чем говорил так. 7 раз в день прославляю тебя за судьбы правды твоей. Если же царь, обремененный бесчисленными заботами и развлекаемый со всех сторон, столько раз в день молился Богу, то какое оправдание или прощение можем получить мы? Ведь мы имеем столько праздного времени и не молимся ему непрестанно, несмотря даже на то, что можем получить столь великую пользу. В самом деле невозможно, совершенно невозможно, чтобы человек, молящийся с должным усердием и постоянно призывающий Бога, впал когда-либо в грех. А почему это так, я скажу. Кто воспламенил свой ум, возбудил душу, переселился на небо и таким образом Господа назвал своим, кто, вспомнив о своих грехах, беседует с ним о прощении их и молит его быть милостивым и кротким, тот, предаваясь такой беседе, отлагает всякое житейское попечение, окрыляется и становится выше страстей человеческих. Врага ли увидит он после молитвы, уже не будет смотреть на него, как на врага. Красивую ли женщину, не соблазнится при виде ее, потому что пламень, вожженный молитвой, еще остается внутри его и отгоняет всякую негодную мысль. Но так как нам, как людям, свойственно их впасть в беспечность, то когда пройдет час, другой, третий после молитвы и ты увидишь, что возбужденный в тебе жар готов мало-помалу охладеть, спеши тотчас опять на молитву и согрей охладевшую свою душу. И если будешь делать это в продолжении всего дня, частым повторением молитв, согревая самые промежутки между ними, то не дашь дьяволу доступа и входа к твоим мыслям. Когда приступая к обеду, мы видим, что нагретая для питья вода остыла, то опять ставим ее на очаг, чтобы она поскорее нагрелась. Так будем поступать и здесь. На молитву, как бы на горячие уголи, будем полагать уста свои и таким образом опять воспламенять душу свою к благоговению. Станем также подражать домостроителям. Они, когда строят здание из кирпича, не полагаясь на прочность этого материала, связывают постройку длинными бревнами, причем кладут их не на большом, а на малом друг от друга расстоянии, чтобы частая кладка этих бревен сделать крепче связь между кирпичами. Так сделай и ты. Перелагай все житейские дела свои частными молитвами, как бы связями из бревен и таким образом со всех сторон оградись жизнь свою. Если будешь так поступать, то хотя бы подули бесчисленные ветры, хотя бы напали искушения, скорби, какие-либо горькие мысли или какое бы то ни было несчастье, не могут они уронить этого дома, скрепленного так частыми молитвами. Но скажешь, возможно ли человеку светскому, занятому службой, молиться по три часа в день и приходить в церковь? Возможно, и весьма легко. А когда нельзя прийти в церковь, то можно помолиться, не оставляя своей службы, стоя там, перед дверьми. Ведь для молитвы нужно не столько слово, сколько мысль, не столько движение рук, сколько напряжение души, не столько известное положение тела, сколько расположение духа. И Анна была услышана не потому, что громко и сильно взывала, а потому, что крепко вопияла и внутренно, сердцем, ибо голоса у нее не было слышно, говорит Писание, а Бог услышал ее. Этого часто достигали многие другие, когда начальник внутри судилища кричал, грозил, выходил из себя, бесновался, а они, можно думать, что святой Заталус, разумеет, здесь христианских мучеников, оградив себя перед входом к крестным знамением и, произнесши в уме краткую молитву, входили в судилище и заставляли судью переменить, а укращали его из свирепого, делали кротким. И ни места, ни времени, ни молчания не было для них препятствием к такой молитве. Так и ты сделай. Востенай горько, вспомни о грехах своих, возри на небо, скажи умом, помилуй меня, Боже. И твоя молитва кончена. Кто сказал помилуй, тот исповедался, сознал грехи свои, потому что желать помилования свойственно согрешившим. Кто сказал помилуй меня, тот получил отпущение грехов, потому что помилованный не наказывается. Кто сказал помилуй меня, тот получил Царствие Небесное, потому что Бог, кого помилует, того не только освобождает от наказания, но и удостаивает будущих благ. Не станем же говорить в свое оправдание, что дом молитвы не близко, Благодать Духа нас самих сделала храмами Божиими, если только мы бдительны. Стало быть, молиться для нас везде весьма легко. Наше богослужение не таково, каково было прежнее у иудеев, имевшее в себе много чувственных и обставленное множеством обрядов. Там молящемуся нужно было и прийти в храм, и купить горлицы, принести дрова и огонь, и взять нож, и стать преджертвенником, и исполнить множество других постановлений. Здесь же не нужно ничего такого. Но где бы ты ни был, везде с тобой и жертвенник, и нож, и жертва, потому что ты сам и жрец, и жертвенник, и жертва. Где бы ты ни был, везде можешь поставить жертвенник. Покажи только бодрую волю, и не помешает тебе ни место, ни время. Нет, хоть ты и не преклонишь колен, не станешь бить себя в грудь, и не прострешь рук к небу, а только покажешь горячую душу. Ты этим исполнишь все нужное для молитвы. Можно и жене, сидя за прялкой или занимаясь тканьем, обращать ум к небу и призывать Бога пламенно. Можно и мужу, выходя на площадь или идущи по своим делам, совершать усердные молитвы. К другому, сидя в мастерской, сшивая кожу, можно вознести душу Господу. Слуге можно и покупая, поднимаясь сверху, сходя вниз и занимаясь на кухне, когда нельзя пойти в церковь, совершать искреннюю и усердную молитву. Бог не гнушается местом. Он требует только пламенного сердца и смиренной души. А чтобы увериться тебе, что для молитвы требуется неизвестное положение тела, но место или время, но мысль добрая и бодрая. Послушай, как Павел, лежа в темнице, распростертый, а не стоя прямо, потому что не позволяла ему этого колода, в которой забиты были ноги его, как он, помолившись с усердием, лежа, потряс в темницу и поколебал ее основание, устрашил темничного стража и затем привел его к святому таинству. Так же Езекия, не стоя прямо и не преклонив колено, належа на постели по причине болезни, и обратившись к стене, с жаром и смиренной душой призвал Бога, и тем отменил произнесенные уже приговоры, привлек к себе великое благоволение Божие, и возвратил себе прежнее здоровье. И это случалось не только со святыми великими мужами, но и с порочными. Так, разбойник, и не стоя в доме молитвы, не преклонив колено, но будучи распростерт на кресте, немногими словами приобрел Царство Небесное. Или вот еще примеры. Один в тине и ворве, другой ворве и со зверями, третий даже в очреве китовом. Все они, призвав Бога, прекращали все бедственные обстоятельства и привлекали к себе Вышнее благоволение. Говорю это, чтобы убедить вас чаще приходить в церковь и дома молиться в тишине, в свободное время, и преклоняя колено, и воздевая руки. Если же в какое-либо время или в каком-либо месте вы будете находиться среди множества других людей, и тогда не нужно оставлять обычных молитв. Но таким же образом, как я сказал, любви вашей, молитесь и призывайте Бога в надежде получить не меньшую пользу и от такой молитвы. Это я сказал не для того, чтобы вы мне рукоплескали и удивлялись, но чтобы исполнили то на деле, совершая молитвы и моления, и ночью, и днем, и заработая. Если мы так устроим себя, то и настоящую жизнь проведем в спокойствии, и получим Царствие Небесное, которого да удостоимся все мы, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.